Летняя гитарная школа в Шадринске явилась традиционным продолжением ярких и запоминающихся событий под общим грифом «Гитарный Ренессанс». Череда великолепных концертных программ, фестивалей и конкурсов дополнилась нынешним летом специальной учебной и творческой сменой в лагере «Салют». Сюда съехались учащиеся музыкальных школ и педагоги из Кургана, Екатеринбурга, Каменско-Уральского и Шадринска, Решающую организаторскую роль в проведении мероприятия сыграл преподаватель детской музыкальной школы Станислав Савельев, несгибаемую активность которого гитарист, композитор и педагог Александр Веницкий метко определил словосочетанием «начальник землетрясения». Александр Иосифович в очередной раз и с нескрываемым удовольствием приехал в Шадринск, чтобы выполнить в рамках летней гитарной школы функцию ключевого преподавателя смены. Его разноплановый обучающий посыл включает в себя семинары, мастер-классы, репетиции, выступления и не только. Сводный гитарный оркестр, репетируя пьесу Веницкого «Ночь для нас» уже на первых порах продемонстрировал довольно убедительную слаженность. Это не просто красивая музыка, гармония мелодии, а это тип походки. Если хотите определенного движения, танца, можете представить себе силуэты на поле костра блуждающих гитаристов. Но это походка некого такого персонажа. Итак, начали. Два такого. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. За плечами у Александра Веницкого опыт проведения ни одной такой смены в странах Прибалтики и в России. В качестве главного преимущества подобного подхода мастер выделяет непринужденность обстановки, которая отодвигает на задний план те условности, что преследуют детей и педагогов в городской повседневности. Это совершенно особая форма общения с учениками, с коллегами. Она легкая, она непринужденная. То есть ты не надеваешь костюм, ты не надеваешь фраг. И ты становишься внешне таким же, как твои ученики. Может быть, в шортах, в сандалиях и все прочее. Но остается то, ради чего мы приехали. Ради чего? Ради музыки, ради гитары. И что-то посмотреть. То есть вот это что-то, оно должно быть спланировано и организовано самим лидером летней школы или лидерами, учителями. И поэтому сформировался определенный адаптированный легкий репертуар, определенный материал, который легко воспринимается, сидя на лужайке, под щебет птиц. То, что в обычной жизни тебя, ну, ученика бы отвлекало, здесь настраивает на беседу. И поэтому для меня это стало очень важным моментом, что форма беседы, форма учебы и дискуссий на природе, это замечательная форма, когда спадают многие городские вот эти маски. Сами же участники связывают с работой летней гитарной школы надежды обрести много нового. Я считаю, что я почерпну для себя что-то новое, что Александр Иосифович чему-то нас научит, даже не в стиле мастерства, а в стиле ритмики или в стиле того, что мы научимся более хорошо слышать разные стили. Игры на гитаре также хочу отметить то, что будут разные фильмы, и это будет очень познавательно, и такой гитарный круглозор много расширится. В программе смены, которая продлится до 14 июня, наряду со всем остальным предусмотрены демонстрации фильмов о выдающихся гитаристах, мастер-класс и выступления Никиты Савельева, а также заключительный концерт. Педагоги находят такой новаторский и свободный учебный формат плодотворным и рассчитывают на продолжение подобной практики. Я считаю, что идея эта очень замечательная, потому что дети учатся, целый день погружаются в творческую атмосферу, учатся не только у своих преподавателей, но и у друг друга. Даже вожатые говорят, что ваши дети не выпускают гитару, с утра до ночи играют на гитарах. Я считаю, что это высшая оценка нашей работы. Учебный год, каникулы, академические концерты, отчетные концерты, бумаги и так далее. И вот здесь всего этого нет. Вот мы собираемся, мы любим музыку, мы общаемся, мы можем увидеть друг друга, проходящего где-то по аллее, и подойти, и заговорить, о чем мы говорим. Это, мне кажется, прекрасная традиция, которую нужно всячески развивать, поддерживать. Я, по крайней мере, двумя руками за дорогу в Шадринск я хорошо знаю. Всеми путями я буду стремиться сюда попасть.